всем привет 29 мая и сегодня мы с братом решили проверить лес маслята в этом году просто массово пошли именно весной я столько еще не собирал о хорошенький какой и говорят что белых много но пока не встречали будем надеяться что сегодня попадутся сегодня обязательно посетим мое болотце посмотрим если там подосиновички появились ли смотрите как лес этот гриб сюда же сам себя травмировал даже что это что-то пластинчато строгать не буду рядом булгорочек сейчас посмотрим что здесь а здесь это наверно мухомор лезет это наверно мухоморы так лежит ну да жаль я уже у меня уже сердце встрепенулась думал белячок такая красота вокруг солнышко спряталась но все равно тепло и можно ходить уже футболки он братик нашел очень красивый посмотрим что это это такой масленок на длинной ножки червивый червивый да да такие черви на рыбалку с ними можно идти здоровенные вот и мне попались парочка так это вообще наверно не маслята или маслята что-то какая-то шляпка такая интересная маслята но тоже червиные пахнет сыростью так да все червивые к сожалению но тут их много а выбрать не еще даже маленький этот червивый просто поляночка такая и все червивые к сожалению сейчас этот проверю вот один один единственный свежий который не поражен а так тут вот червям раздолье вот еще грибочек ждет меня иди ко мне мой дорогой прекрасный с юбочкой по классике какая красота стою на пригорке и такие разноцветные цветы и здесь вот вот этой старой сосной когда-то горевший даже расположились вот такие маслячки сейчас проверим хороший не чешный такой здесь двое уже два таких стареньких червивый ну вот вроде бы какой-то молоденький о он молоденький но сожалению уже сражен червями ничего слава богу есть из чего выбирать такая хвойная поросль по пояс наверно и вот видно как выглядывают маслятки среди нее отлично красота ух так парит наверное все таки сегодня будет дождик а до водички попить уже а то терпел терпел потому как я знаю если начать пить воду откроется шлюзы и потом она будет уходить как в суху землю идем с братом по чьим-то следам явно как он говорит кто-то шел и шинковал шинковал масляков пока братик там на телефоне висит я тут обнаружил друзья не что я уже думал что не попадется посмотрите вот далеко видно какой шлопать ё-моё я думаю что он червивый посмотрим вот человек радуется мобильной связи в лесу ё-моё на пол корзины что я еще увидел у меня сейчас сердце выпрыгнет посмотрите смотрите сюда гляньте это ж разве не красота ё-моё ладно начну начну с того что этот вырвем вот это вот белячок саня саль так за 32 какой я такие роды и такие роды так а это что тут у нас масленочек вылез да масленок и червивый нет червивая ножка была вот таких два здорово не создавая проверить походу я слышу что ложка узнала я так тоже подозреваю что ты так много отрезаешь что сильно а ну рубань ее еще выше ты лишь сильно так так то он рассохся тени лесом не ну-ка настолько червивый вот они пока на она только молоденький отвечу да совсем червивее говоришь посмотрим для не тут это все пораженные смотри мы сейчас спрячем его здесь пусть он дает потомство жалко конечно но что что сделаешь хоть порадовали своим видом я в расстроенных чувствах после такого трагического случая прошу поддержать меня комментариями ну вот мое болотце куда я решил заглянуть меня решила успокоить таким вот прекрасным подосиком подосик ты мой вот на радость мне на утешение он оказался чистеньким маленьким сыроежки рядом растут подосики меня никогда не подводят попадается хороший вот он и будет хороший они меня не будут неприятно удивлять и гулять и гулячки посмотрите красоту вам с другой стороны покажу вот такие вот два красавчика полюбуйтесь какие они чистенькие да боль проходит постепенно после такой травмы кто-то тут тоже отдыхал а кто-то вот страдает не меньше моего друзья мои сейчас вам такие кадры покажу посмотрите как красиво а меня так и тянет как и тянет болотный человек какой подосиновик красивый этот уже старенький мне кажется да ничего просто вот посмотреть интересно а вот молоденький солдатик стоит на толстой ножки глаз ну то что тут чистенький слава богу все таки боль от предыдущих потерь уходит но он чистый я возьму его не прожить нам мире этом не прожить нам мире этом без потерь до вон тех маслят за сосной сколько метров метров 15 метров 15 вот это глаз альмаз чуть-чуть-чуть это друзья не маслята это какие-то поганини а вот у тебя маслятки да не поганель не ну да вот такие подсолнца старинель глянь они уже пустили ну зато зато да что я вот этот бы забрал и он красивый вот очень красивое поганка зеленое местечко поганка тоже красивая поганая поганая а вот это вот обитель аспидов аспидов василиска аспидов и василиса а вон и кстати аспид есть а ну покажи пошел 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 а ящерица вот ну они тут все купляться да вот те вот молодые дубки частенько радовали беленькими сейчас проверим я же говорил что дубки радуют щедрые дубочки ну-ка тут их два один маленький совсем вот были чучки хорошие это хорошее слава богу все становится на свои места саня смотри какие цветы красивые это ирис старый наверно но радующий глад так 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 хороший хороший да масленок стрятался под ветками а ну-ка убирай очень ну-ка вот и здорово съемок держи он съедобный хе-хе-хе-хе-хе-хе хе-хе-хе-хе и у меня тут пурашка выглядывает из-под иголочек маслянистая до червивый жесть ну да бывает такое ну у меня мне к сожалению так и не повезло как тебе вот какой залитый солнцем маслак да старенький пожилой смотри саня на что я тут набрел по моему это белячок по моему он просто червивый сильно он внутри пропадать начал здесь очень жаль что так лучше а вот лезет белячок ну что там где тут это тоже странный странно шляпой вниз роз вот она шляпка очень странное явление шляпку можно забрать а ножка пронизана она да все любят белые грибочки ну вот болотистая местность не перестает меня радовать здесь мы видим два красивейших подосик а и вот третий совсем крохотный со своим братиком сейчас посмотрим смотри соня какие тут да такие попадаются грибы я не знаю что это и ты подосик она я сюда ломанулся что безум так что видишь болотца стоит проверять вот еще маханьки посмотрим что как эти себя чувствуют здесь прекрасно они себя тут чувствуют отломалась ножка но она чистая дрожащими руками схватил телефон чтобы снять и запечатлеть это навсегда иди сюда царя посмотри какой красавец ты видишь а ну шо с ним тут нормал дым надо еще тут проверять ухты нет а этот самый или нет нет это подосиновики 2 я очень рад за черепаху буду сейчас мне надо урожай собрать ё-моё саня еще и еще ну в конце грибалочки порадуюсь ё-моё не знаю за что хвататься сейчас нож потеряю а куда я дел а вон она моя корзина я такой рады и такой рады там вот возле этого черепаха пошла на взадь да пусть идет вот их почистил такие уже немолодые есть мягко говоря ну я считаю пригодные вот и саня улыбнулась удача несколько раз не на красивый такой шишок до головастенький вот вспомнил это местечко как два года назад здесь нашел два белых и мы представьте себе заходим торчит колосовичок один прям вот эти кустики помню а вот второй красавчик каштаново головы а ну сань проверяй это твой а то соответственно мой ну по опыту прошлых лет могу сказать что они тут были все червивые до трюхи что и требовалось доказать ну шинкуй шляпка вроде крепкая такая до фугу он они она даже жучок она не червя жучок шляпа нормально да ну забирай тут я прям чувствую мягкая мягкая нога тут совсем дела плохи давай посеем здесь ну вот несмотря на все эти неудачи с червями удалось собрать неплохое количество я считаю красивых грибочков стало так жарко и душно будем мы уже направляться домой так что всем пока подписывайтесь на канал и будьте здоровы пока пока ну за профессора будьте здоровы спасибо хорошо сидим я сегодня утром уже корзину грибов нарвал а ты все спишь лентяй съездил бы за грибами пол литра покупил рюмочку нолил и грибочек один и жена у тебя за грибами не ходит я скажу тебе плохо плохо он воспитывает свою жену